Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямбыч. У нас в гостях советский большой противолодочный корабль проекта 1199 Анчар из игры Modern Warships сегодня на обзоре. Этот корабль вы сможете получить, закрыв боевой пропуск полностью на 40 уровне бесплатный, или же, посмотрев это видео до конца и узнав, как можно поучаствовать в раздаче этого кораблика. Сейчас мы с вами обсудим его историю, посмотрим характеристики вооружения, прогуляем в бой, а также в конце видео подведем итоги раздачи Ту-160М из прошлого видео. Поэтому смотрите внимательно, не переключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. С вами сегодня Турямбыч, погнали! Проект 1199 Анчар разрабатывался в 70-х годах прошлого века в Советском Союзе как достаточно легкий, небольшого размера корабль, на который можно было бы установить атомную силовую установку и тем самым повысив его мобильность. Вообще для БПК, большого противолодочного корабля, это была прям такая новинка-новинка, но разработчики встретились с большим количеством проблем. И в частности, например, то, чтобы сохранить небольшое водоизмещение на корабле, необходимо брать большое количество вооружения, и корабль получался достаточно легко вооруженным. Но и основной смысл его терялся. То есть, получалось, что, да, у него есть хорошая динамика за счет атомной силовой установки, но приличное вооружение на корабль небольшого размера поставить не получится. А если корабль увеличивается по водоизмещению, то таких проектов было уже достаточно. Ну и тогда было решение принято такое, что заменили в проекте атомную силовую установку на обычную топливную и добавили туда газовую турбину. Таким образом, вроде как бы должна была сохраниться повышенная мобильность, хорошая скорость, ну и вся эта история должна быть легче, чем атомная установка, соответственно, что позволит увеличить количество вооружения. Но, посчитав, поразмыслив, поняли разработчики, что если корабль будет с собой постоянно возить турбину, а турбина используется только в боевых условиях, когда нужно куда-то быстро пойти там, кого-то обогнать, догнать и так далее, то большую часть времени турбина попросту возилась, грубо говоря, на борту, и при этом у нее, соответственно, был большой увеличенный расход топлива у корабля, и у нее особо проку никакого от нее не было. Поэтому в итоге вопрос силовой установки практически корабль и похоронил, в итоге он не был сконструирован, потому что, ну, не получилось решить вопрос силовой установки, и более крупные корабли, да, они есть, они существуют, типа там Петра Великого и так далее, а на более мелких все-таки было принято решение не делать ту текущую установку, а потом пришел развал Советского Союза, и как бы все закончилось вместе с ним. Но у нас в игре корабль существует, и он, в общем, вполне себе даже неплохо выглядит. Если посмотреть, мы с вами глянем на трубы и увидим, что это все-таки обычный корабль, не атомный, работает, судя по черному дымочку, работает он все-таки на дизеле. Вот. Что у нас по вооружению, собственно, самого корабля? У нас здесь есть в наличии два ракетных слота, слот артиллерийский, три слота для РБУ, два торпедника, что, кстати, очень неплохо, и восемь слотов ПВО, четыре по два или два по четыре, что, в общем, ставит его на один уровень с топовым ПВО-крейсером «Варяг». Ну и по вооружению, конечно, анчар смотрится любопытнее. У него больше слотов, есть торпеды, и вообще в целом, на мой взгляд, конечно, анчар превосходит «Варяга» в плане боевых возможностей. Это, кстати, премиумный корабль, он имеет увеличенный фарм при этом, при всем. Если по вооружению здесь все неплохо, то в плане маневренности есть определенные вопросы. Скорость всего 21 узел, и 7,8 маневренность по паспорту, грубо говоря, у него. Если посмотреть на «Варяга», то здесь 25 узлов и 8,2 маневренность здесь. Да, он чуть-чуть пошустрее получается, но вот в плане вооружения он уступает какие-то здесь всего две ракеты, пушка и два бомбомета. А на нашем с вами анчаре две ракеты, пушка, три бомбомета и еще две торпеды. То есть здесь разница налицо. Давайте сейчас с вами попробуем прокатить его на стоковом вооружении, а потом уже установим на него что-нибудь поинтереснее и попробуем рубануть на нем в топе. Итак, погнали. Наличие хорошего ПВО позволяет нам, в принципе, более-менее чувствовать себя комфортно, даже находясь в одиночестве, особо не прикрытым ПВО противникам от противника. Ну и мы сейчас с вами посмотрим, что ж у нас тут засвечивается. Стоковый вот этот вертолет, к сожалению, он не так далеко стреляет, и, соответственно, здесь будут определенные проблемы в этом плане. Если подойти поближе, начинает работать вражеское ПВО. Особенно если ты не против ботов играешь, то здесь достаточно быстро все заканчивается при этом. Так, ну а мы с вами сейчас будем отрабатывать Панахимова. Кстати, в ближнем бою я для себя открыл, что эффективнее работать из бомбометов, потому что их здесь тупо много, и не стоит пытаться там реализовать артиллерию именно стоковую, потому что вот эта 130-ка, она, не сказать, что прям очень хороша в плане отстрела по... Многовато, да, там многовато ракет поймал в плане отстрела в ближнем бою, а вот на дальнем бою она себя чувствует неплохо, но именно не эта артиллерия, а немножко другая. Сейчас мы с вами поменяем немножко артиллерию здесь и посмотрим, какие более интересные варианты у нас есть в наличии. Так, ну что, заберем мы там этого гражданина. Сейчас наша с вами задача не помереть от Нахимова, а это мы можем. И попробуем сейчас этого не сделать. Так, отворачиваем. Давайте пробуем. Успею, я должен успеть все-таки против ракеты заюзать, мне кажется, здесь. Так. Мне очень нравятся здесь торпеды. Кстати, я смотрю, что Нахимов неплохо с ними борется. Да, торпеды здесь прям норм. Их много, и они себя хорошо здесь показывают. Так, отойдем мы немножко назад. Здесь пока у нас есть такая возможность. Торпеды, кстати, походу не дойдут в берег уйдут. Так, хорошо. Можем мы сейчас немножко поманеврировать здесь, сильно не попадаясь на этого Нахимова. Немножко вот этих китайских граждан можем пощупать. Чуть-чуть дойдут торпеды. Не знаю, может и дойдут. А, вот у нас, кстати, авианосец здесь неплохо себя чувствует. Надо ему немножко как-то жизнь-то подпортить. Я так считаю, достанем. Нет, походу, что бомбомет не достает. Зато достает пушка у него. Так. Теперь давайте назад. У нас здесь где-то этот не шибко целый Нахимов, но при этом, понятное дело, что и я-то тоже не особо целый. Поэтому надо быть внимательным и осторожным. И, может быть, попытаться подойти ближе к нашим кораблям, чтобы от Нахимова слишком много дамаги не получить. Ну, я думаю, что мы сейчас можем еще немножко похилиться в случае необходимости. У нас сейчас хилка откатится. И мы еще установим себе хпшечек. Так, есть. Зря я использовал, кстати, похоже, ту самую противоракету. К сожалению, не видим. Но, как видите, вот неплохо справляется, да? Две ракеты из трех наш с вами сбивает наш с вами ПВО, что, в общем, неплохо. Однако, единственное, что здесь из-за того, что у меня светит вражеский верт, у меня сейчас будут получать слишком много этих ракет. Но, да, все-таки с ПВО здесь все более чем в порядке. Надо, наверное, немножко соединиться с нашими кораблями, чтобы ни одного здесь не раскатывали. Потому что я ни черта здесь не вижу. Заюзаем противоракеты пока что. Конечно, очень неприятно, что меня видно. А его не видно. Но, с другой стороны, пока есть возможность, мы все равно пока что сбежим. Мне интересно, почему наши от меня убегают. Что я им плохого сделал. Вернитесь! Ладно, они пока что туда пошли. А мы сейчас попробуем. Нахимов там, конечно, достаточно скилловый. Но по вооружению у меня-то, в общем, все не сильно хуже, я бы сказал. Я думаю, можем попробовать с ним тоже закуситься. Хат-35 неплохие ракетки. Но, видимо, неплохие в основном за счет того, что их много. И какие-то из них все-таки преодолевают систему ПРО. А вот здесь вот проблема заключается в том, что корабль не особо быстрый. И подойти туда уже к вот этим... Хотя их было двое. Как они умудрились потерять корабль один, непонятно. Попробуем сейчас вот здесь подойти и... А вот их там, кстати, тоже двое. Они вот оба встали. Комфортненько так. Но у нас получается, что если мы рассыпаемся на две части, то мы не очень хорошо будем себя чувствовать. Попробую вот здесь вот. Ну вот, видимо, то ли вертолет меня обнаруживает, то ли что. Почему-то за горой меня здесь видно. Ну, давайте притормозим. Угу. Так. Давай-ка вот по этому, по маленькому дадим. Сейчас мы по-красивому здесь, по-красивому сделаем. Мы их так, видишь, немножко раз это... Расклинили в две стороны. Ну и вот сейчас у нас остается только один противник. Он за островом. Можем, в принципе, попытаться сзади на него выйти. Надеюсь, что за это время наш союзник не успеет двинуть коня или склеить ласт. Вперед прошел вражеский корабль. Сейчас выходит, судя по сонару, один на один. Да. Вот он. Ну и пока мы сейчас будем долго обходить остров. Есть, конечно, вариант, что большое количество хитпоинтов потеряет наш союзник. Я не посмотрел, что за корабль. Ну, какой-то крупный, походу, чуть ли не Петр там. Чувствует себя он более-менее ничего. Но. Ах, черт возьми, какой же большой остров. Видно нам здесь всего? Давай. Так, у нас закончились контрмеры. Но, в принципе, нам достаточно пока что для того, чтобы повоевать с ним. Теперь большой вопрос, с какой стороны он будет обходить остров. Ну и лучше на него, наверное, все-таки подходить с этой части. Потому что нос в нос это будет эффективнее. Мы, кстати, можем, по идее, его еще и протаранить. Если нам с вами повезет это сделать. Давайте. Ну, думаю, что в ближнем бою поинтереснее, чем Нахимов. Показывает себя наш анчар. Да, и мы его, собственно, забираем. Хорошо. Сыграли. Красивый, приятный бой. Не очень много по дамаге. Но корабль, как видите, показывает себя вполне себе. Да, это Петр все-таки был. Вполне себе комфортно. И один на один совершенно спокойно. Мы сейчас разобрали вражеского Нахимова. Ну что ж, а теперь давайте поменяем состав вооружения. И что мы поставим? Новые ракеты Скальп. Можно, конечно, здесь поставить и Булаву. Но давайте сегодня без ядерных испытаний обойдемся Скальпами. Возьмем Монарха. В плане стрельбы очень хорошая пушка. И если к ней пристреляться, она наносит прям очень серьезный урон. Эрбушки я оставлю такие. Они мне очень нравятся. Новомодную торпеду поставлю. ПВО Ураган в этом бою меня очень выручил от вражеских ракет. Поэтому я его трогать не буду. А вместо пушечного поставлю Палаш. Ну и Скорпиона сюда на закуску. Вот такая сборка, мне кажется, интересной. Ну что ж, погнали. Такие, собственно, различия. По схеме игры, в принципе, различий-то особо никаких. Сначала держимся на средней дистанции. И потом уже начинаем подходить немножко ближе. Фишка в чем? Пушка Монарх очень хорошо годится для того, чтобы делать хороший снайперский выстрел. Поэтому ее лучше всего использовать на дальнем расстоянии. А вот на ближнем все-таки бомбометы немножко интереснее. Себя здесь показывают. Так, авианосец нам посветит. Спасибо ему за это. Попробуем немножко под лодочки. Ой, извините, не та кнопочка. Попробуем немножко. Собьет. Нет, не сбивает, кстати, не сбивает. Ну, а там их сколько? Много ракет получается. Все, можно отходить смело. Можно было, наверное, все-таки в подлодку выпустить наши торпедки. Здесь это, наверное, было бы интересней. Так, да, наверное, так мы и поступим. Так, подлодки, будет посложнее от них увернуться. Отходим под ПВО. Ну, не попаду я до пушки, наверное, с такого расстояния. Хотя, я думаю, что можно пробовать. И попробуем еще немного пристроить здесь торпед. Опять же, по подлодке. Они тут вполне себе неплохо могут заходить. Да, вот эти заходят. И еще немножко скальпа в сторону Нахимова. С Нахимовым мы уже дрались. Еще по подлодке немножко торпед. О, подлодка всплывает. Это значит, что хочет она получить чуть-чуть... А, не попадаю я, к сожалению, пушкой. Как видите, шустро перезаряжаются здесь ракеты. Почему мне, кстати, понравились вот эти новые скальпы? Они почти как ДФ-17 по скорости перезарядки. Ну, наверное, чуть-чуть выглядят все-таки полюбопытнее, чем она. Лично по моим впечатлениям. Так, сейчас пойдут меня разбирать ракетами, да? Понял вас. Давайте-ка немножко... Ого, это атомки уже пролетели мимо меня. Попробуем еще немножко попасть по вот этой прекрасной... О, подожди, 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 подожди. Эть! Эть! Давай-давай-давай, забрали. Хорошо. И еще немножко... Еще немножко сода. Нет, не успеете сбить. Давай еще попробуем чуть-чуть. Выпустили мы еще и ракеты. Нет, к сожалению, противоконтрмеры сработали. Но здесь очень жестко нас придавили. Однако, посмотрите, что мы сбили и большое количество ракет, и при этом на дамаге еще 760 тысяч успели за такой короткий бой. Я считаю, что показали мы себя здесь неплохо. Ну, а покуда бой там заканчивается, давайте подведем итоги раздачи Ту-160М. Получает его Василий Васильев, который правильно ответил на вопрос, что действительно было специальное второсодержащее оргстекло использовано для того, чтобы выдерживать большие температуры. Ту-160М у тебя уже на аккаунте, можешь его начинать использовать в свое удовольствие. Ну, а мы быстренько подведем итоги. Здесь мы умудрились все-таки занять второе место. Достаточно неплохо постреляли. Но, к сожалению, союзники на Яматы, которые настреляли 14 тысяч, они как-то слишком быстро отправились в порт. Ну, может быть, их просто залило ракет. В целом, мне кораблик очень понравился. И я считаю, что для боевого пропуска это очень-очень годная история. За бесплатно можно его получить. Ну, а если ты хочешь получить его раньше, пожалуйста, напиши в комментариях, я уже говорил про газовую турбинную установку, которая тоже здесь могла быть использована, какой в Советском Союзе был один из самых известных газотурбоходов. Он сыграл серьезную роль в мировой политике. И вообще вот эти суда этого класса использовались для какой цели в середине прошлого века. Одни из самых известных использований газотурбоходов. Зачем они нужны были и что они делали наиболее массово. То есть было массовое применение, для каких целей. Я специально задаю достаточно сложный вопрос, чтобы вы там сильно не гуглили, немножко применили свой интеллект. Ну, и если гуглили, то не просто копипейстили. В общем, назовите, пожалуйста, название самого известного газотурбохода. Судно это не военный корабль, сразу подсказываю, который очень отличился в прошлом веке в середине. Вот больше подсказывать не буду, догадывайтесь. Догадайся, мол, сама. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами Турябыч. Увидимся с вами. До новых встреч. И пока-пока.